Всем привет, дорогие друзья! Стоило мне буквально на пару дней уехать из Москвы отдохнуть, как вы умудрились первый раз проиграть в российской премьер-лиге, и кому? Ростову! Так еще и, судя по всему, Марка Николича уволить. Это, конечно, вообще никуда не годится, и приеду, обязательно разберусь. Матч с Ростовом я смог посмотреть, не могу сказать, что очень хорошо, очень полно, потому что часть пришлось смотреть с мобильного телефона на ноутбуке, никак Wi-Fi не ловился. Часть вообще пропустил, и так получилось, что я пропустил первую часть, которую матч ТВ решил вообще не показывать и отдал матч стране. Пока я нашел, где посмотреть матч страну, Локомотив успел забить, и я смотрел этот гол только на повторах. Затем у меня трансляция зависла, в этот момент Ростов отыгрался, а затем я пошел есть, и в этот момент Ростов забил второй гол. То есть я примерно посмотрел минут 70 матча и умудрился не посмотреть ни один из голов. Ну, премия неудачных годов. Ну или удачных годов, потому что матч, конечно, получился так себе, и в целом очень предсказуемо так себе. Я об этом говорил, я об этом писал, о том, что после Лацо, после таких матчей, как с Уралом и Химками, ждать, что во время перелета Рим-Москва что-то может измениться, было бы странно. Ну, просто доигрываем как есть, нужно было цепляться за очки любыми правдами-неправдами, любыми силами, выгрызать, стоять стеной у своих ворот. Вот когда мы заковыряли этот один гол чудом, Керк навесил, Мордишвили забил, дальше нужно было просто стеной встать на защите своих ворот, и ни в коем случае не допускать пропущенного. Но мы не то, что не допустили пропущенного, мы его забили в свои ворота самостоятельно абсолютно. Локомотив, да, это мы. Здравствуйте, очередная подача углового. Худюков куда-то вообще внутрь ворот ушел, вместо того, чтобы просто, знаете, пробежать в Камличенко, врезаться и упасть. Я думаю, что после этого там Кукуян сразу бы отменил гол, даже в Вара не понадобилось. Но Худюков просто такой, ну ладно, меня там, меня увели в ворота, я, а что, мне 17 лет. Я же не профессиональный вратарь, а так, мне 17 лет, вышел поиграть в футбол. Ну, отвратительно. Худя, конечно, молодец в плане того, что он в следующих нескольких эпизодах спас в достаточно тяжелых ситуациях, когда нужно было вытягиваться, но вот это вот на меня давит, поэтому я просто уйду из ворот, и это, конечно, никуда не годится. Порадовало, конечно, то, что не было ни Федора, ни Рифата, со старта не порадовало то, что когда они вышли на замену, это были ровно те же Федор и Рифат, которые ничего не могут, а точнее пытаются, пытаются что-то делать, вроде делают то же самое, что они делали в августе, до вот этого злополучного вызова в сборную. Но, ну, например, вы видели, как Смолов решал свой выход 1 на 1 после пасса все того же Керка. Он куда-то перекидывал мяч мимо Песикова вдоль ворот, где, ну, хотя можно было просто с левой ноги пробить по воротам и забить. Возможно, забить. Видели, как Рифат отдавал передачу в разрез, вроде как Рифат умеет, вроде все нормально, но эта передача шла в метре от, по-моему, того же Смолова и очень сильно и ушла за пределы поля. Ну, вот совершенно не в форме два игрока, голов которых нам по вот этому сентябрьскому отрезку и не хватило. Да, если они там на двоих что-то 10 плюс 10, условно говоря, сделали в первом отрезке чемпионата, то здесь у них 0 плюс 1 на двоих. И даже если бы они забили, ну, там, не знаю, 3-4 гола на двоих, и это бы нам помогло, собственно, набрать 6-7 дополнительных очков, может быть, что-то в Лиге Европы дополнительного зацепили бы, но вот именно этого нам, собственно, и не хватило. Да, оборона более-менее нормально играла, вплоть до последнего матча, но это уже совсем, да, без Макеева играть. С парой Баринов-Пабло все матчи, что они играли, все было плохо. Ну, точнее, сначала Баринов-Макеев, потом Баринов-Пабло, все плохо. К сожалению, не смогли мы вырвать очки у Ростова, но в плане игры я ничего и не ждал. В плане увольнения Марка Николича, честно говоря, мне кажется, что это какое-то слишком торопливое решение. Опять же, в том плане, что сейчас можно изменить в игре Локомотива. Ну, допустим, Марка Николич сегодня уходит, ему дают 3 миллиона евро в кармане. Неустойкий, приходит новый тренер, допустим, немец какой-нибудь, какой-нибудь условный Роберт Клауш. У него 5 игроков в сборной России, по-моему, ну, плюс-минус. Да, там давайте посчитаем Гильерми, Баринов, Макеев не поехал, но Макеев сломан, соответственно, тоже вряд ли будет тренироваться под руководством Клауса. Жемлединов, Смолов и в молодежке еще двое, это у нас Морадишвили и Сельянов, 6 человек. Плюс еще человек 5 уехал в различные иностранные сборные. Это Бека-Бека в молодежную Франции, Анжарин в молодежную Англии, это Камано, это Лисакович, это, ну, в меньшей степени, конечно, нас волнует Зинович, но, тем не менее, да, в итоге большинство людей, на которых можно было бы рассчитывать, большинство тех, кто будет выходить в стартом составе дальше, их эти две недели просто не будет. И в чем смысл вот прямо здесь и сейчас назначать нового тренера, в общем-то, не очень понятно, он даже познакомиться ни с кем не сможет. Другое дело, что, конечно, и ждать-то, в общем-то, а что ждать? Вот мы, самый простой наш отрезок, самый простой, вот самый-самый, что невозможно только просто, невозможно более простой отрезок найти, 4 команды из низа турнирной таблицы, мы его прошли с 5 набранными очками. Одна победа, 2 ничьи, 1 поражение, Крыльев Советов, Урал, Хинки и Ростов. Отвратительно, просто отвратительно. 2 из 9, 5 из 12. В Лиге Европы 1 очко с Марселем, 0 очко с Лацу, это в целом нормальный результат, в общем-то, то, на что можно было рассчитывать. Но и перспектив-то никаких особо и не предвидится. Опять же, за эти две недели Николич ничего не улучшит. Ошибка с подготовкой летом, она сейчас уже абсолютно очевидна, ну, потому что вот мы уже на фоне Ростова, да, мертвого Ростова, который по началу сезона еле двигался, они пешком передвигались, но сейчас мы уже на фоне Ростова ничего не можем. Именно в плане движения. То есть, Ростов бегает там, когда Алквист получает мяч и заряжает свой забег, думаешь, что этот человек просто из какой-то другой лиги, потому что никто из наших за ним не успевает. Да, там Нинахов пытался, Баринов пытался, все, мимо них как электричка бегает. До этого у нас Филипп Андерсон мимо Рыбчинского бегал, сейчас Алквист, да, все ниже и ниже. Причем, что очень сильно заметно, именно те ребята, которые летом с Николичем занимались, у них прям вот такая вот отвратительная форма. Это Жамалединов, Смолов как самые яркие, но и Куликов двигается как будто в замедленной съемке, и крайние наши защитники, да, Живоглядов, Нинахов тоже, ну, просто, где ваша резкость, где ваши рывки. А какой-нибудь Мурадишвили на их фоне туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И Керк, например, да, вот сравните Керк и Камано. Я об этом писал на Бусте, поэтому повторяюсь, мне понравилась эта мысль, что по своим физическим данным, по своему стилю игры, Керк и Камано, они плюс-минус, да, два похожих футболиста. Но один бегает просто как туда-сюда, во все единоборство врезается, да, у него два матча в старте, он в одном матче 30 единоборств набрал, в другом 23, оба раза лидер в команде. И сравните с Камано, который вот последний матч стоит на поле, что-то смотрит куда-то, если делает какие-то забегания, то они вот тоже в замедленной съемке их как будто снимали. Ну, в общем, очевидно совершенно, что какая-то невнятица была на летних сборах. И, увы, увы, она сейчас сказывается, и сказывается она в сентябре, не октябре, ноябре, декабре, да, ноябрь, декабрь в прошлом году у нас были провалены, а сейчас у нас сентябрь провальный. Нужно что-то делать, а как что-то делать, совершенно непонятно, потому что игроки разобраны, и пересобрать их можно только, если на две недели куда-нибудь уехать в ту же Австрию или еще куда-нибудь в Испанию. А у нас такого варианта просто нету, и это невозможно. Увы, увы, ничего не знаю про кандидатуры тренеров, которые высвечиваются сейчас в прессе, я не верил и не верил в Тедеско, но это глупость какая-то. Да, Тедеско уходил из Спартака по семейным обстоятельствам, вдруг сейчас возвращаться через два месяца в Локомотив, это, ну, просто дичайшее блабольство, он перечеркнет все, что он делал в Спартаке, его будут там ненавидеть, его никогда не примут в Локомотиве, и это будет на него сказано, давлением на него будет дополнительное, совершенно ненужное. Ну, плюс тренер, не сказать, что он что-то феноменальное в России и Москве показал, чтобы его прям всеми правдами и неправдами заманивать и через его нежелание какие-то там дополнительные деньги платить. Да, это чисто какая-нибудь сорновская история, которую верить не хочется, ну и, честно говоря, не вижу я каких-то объективных предпосылок. Другое дело, какие-то молодые немцы из Рагниковского списка, у меня было на карандаше два человека, помню только одного, это Морец Фольц, который был помощником Нагельсмана, но когда Нагельсман ушел в Баварию, Фольц в Баварию не перешел, а Джесси Марш перешел в Лейпциг со своими помощниками, и Фольца тоже не взял, и в итоге Фольц оказался в подвешенном состоянии, и непонятно где, непонятно что. У него нету собственной практики, но вот именно таких людей и любит Рагник подтаскивать. Другой человек, это чел, который сейчас Лифферинг тренирует, тоже и Red Bull U19 из Альцбурга, у него такие длинные волосы из австрийской сборной, бывший игрок, не помню фамилию, но, в общем, мне эти варианты нравились. Варианты Роберта Клауша, Хайтен Хюльц, или как он там его фамилия, или еще менее выговариваемая для меня фамилия тренера нынешнего Red Bull U19, мне кажется, невероятные варианты, потому что они на контрактах, и сейчас им ехать из мест, где у них все более-менее нормально, там чемпионат Германии или чемпионат Австрии, с Зальцбургом, где он там 10 побед в 10 матчах, и Лига Чемпионов в разобранный локомотив, хоть и к Рангнику, ну, это бессмысленно. А брать тренера, который сейчас нигде, либо с какой-нибудь молодежкой, дать ему самостоятельную работу в профессиональном футболе, это более интересная история, и я в нее, честно говоря, в контексте Рангника верил бы побольше. Но посмотрим, что будет, пока даже Николича не уволили. Хотя кажется, что это уже не за горами. Все, я буду заливать это видео миллион лет, потому что у меня в отеле на отдачу всего пара мегабит в секунду, но что есть, то есть. Будут какие-то новости, будет включение. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok